здравствуйте добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков я по прежнему в мегаполисе и сегодня снимаю новый новую лекцию для моих зрителей канала поскольку давно не снимал сегодняшняя лекция будет разделена на две большие истории она касается новичков которые только-только пришли на этот сайт на этот канал и те кто уже смотрел мои предыдущие лекции я сижу в кафе в москве готовлюсь к сегодняшнему вебинару но решил для своих зрителей снять важную лекцию потому что читая вопросы вконтакте читаю вопросы которые приходят на почту да и вижу все ту же проблему новичков которые не понимают некоторых моментов поэтому сегодня я расскажу первую часть для новичков я буду говорить почему действительно у вас д нет лечения да а почему тебе не легче почему действительно есть такой миф о том что вегетососудистой дистонии не поддается лечению о том что это такое вообще и что тебе надо делать а вторая часть лекции будет посвящена уже таким ну скажем более продвинутым зрителям до которые прямо понимают что с ними происходит но есть не эффективность в терапии фобий ну например банальная кардиофобия где человек боится что у него отчета случится инфаркт он там меряет пульс давление контролируя тем самым свое сердце он считает что он может умереть от инфаркта при каких-то обстоятельствах например при вегетативном напряжении или при страхе он ходит ко мне допустим ходил или ходил к моим любым коллегам неважно кому и он говорит я делаю упражнения вроде как все делаю правильно и там ваську слушала петьку слушала это но что-то как-то у меня не отпускает мой страх я вроде понимаю рационально говорит он что я не умру обследование пройдено что нет органического заболевания но у меня страх все равно либо это касается навязчивого состояния да я понимаю что я никого не убью я понимаю что с ума не сойду я рационально говорит у психотерапевтов это как-то ну научился понимать но я все равно как-то вот какая-то часть моего мозга все еще сомневается или все еще не верит да вот если у нас есть пациент с такой резистентностью к поведенческим упражнениям к психотерапии то есть такая вещь которую я говорил ранее в своем канале если кто помнит это функция симптома или назначение или вторичная выгода помните как мы в начале да об этом говорили вот я сегодня буду говорить о вторичной выгоде симптома тогда когда она достаточно явная как правило функция симптомов есть всегда в неврозах и невротических проблемах начиная с кардиофобии панической атаки там и так далее навязчивости а это определенно но не у всех пациентов она такая ярко выраженная функция например вам приведу давайте сразу чтобы это поняли есть два пациента с кардиофобии оба боятся умереть от инфаркта боятся умереть там от инсульта предположим да одному достаточно пройти 1 1 3 обследования найди грамотного кардиолога грамотного психотерапевта который объяснит ему некоторые особенности вегетативной инновации особенности что это эмоционально объяснит ваш покорный слуга пожалуйста он посмотрел мои видео лекции сказал блин ты там всемогущий ты мне там вернул жизнь только твои ролики мне помогли на самом деле нет просто ты понял что от того что с тобой происходит ты не умрешь тебе это объяснил либо я либо видео либо какой-то другой человек и ты говоришь о все я вылечился здесь будет ошибка во первых ты не вылечился ты просто понял что ты не умрешь что просто понял что это такое и ты успокоился чуть-чуть по поводу своего фобического состояния просто понял есть второй пациент и кардиофобия могла закончиться есть второй пациент который говорит я все понял я все делал я все обследовал я все знаю я все понимаю но черт побери я все равно верю в то что я могу умереть от инфаркта или еще там чего-либо да вот я сегодня буду готем на про вот этот момент почему бывают такие резистентности в терапии и так давайте начнем с вегетососудистой цени почему действительно есть в интернете миф о том что это неизлечимая болезнь и порой врачи нам это говорят да что это не лечится что как бы смирись чувак да и в интернете приходишь и ты видишь тысячи людей у которых там так или иначе есть эта проблема и они говорят да я пила пустырник мочу я пила транквилизатор и все это не лечит на всю жизнь и там начинается мифология о том что в с д и двоеточие погода в с д и сосуды в с д и левая пятка в с д и баня и жара и начинается перемалывать обстоятельства где люди считают убежденные причем в том что у них есть какая-то странная болезнь какое-то странное заболевание при котором надо как-то себя вести специфически на жаре потому что в с д реагирует на жару или в с д шник реагирует на жару или перемена погоды или какие-то нюансы там климата или нюансы еды или нюансы еще что-то у них есть такая гипотеза о том что есть такая каста людей у которых есть это заболевание у которых теперь которым теперь много нельзя например кофе чай там до алкоголь там еще что-то я щас не говорю о том что это надо пить я просто вам лекцию читаю у них есть такое понятие что если у тебя в с д и это вот на всю жизнь теперь ты наш чувак обречен на то что ты теперь вот аккуратнее передвигаясь и носи с собой аптечку давление обязательно мере да потому что такая вот и ты попал короче да и ты сидишь на интернет и греши битская сила бы меня попал короче все пипец да это надолго вот давайте теперь об этом поговорим значит если то что еще сказал выше это вот вы понимаете чем я говорю значит можете смело смотреть ролик если вообще не в курсе что это такое выключаете не сбивайте голову значит смотрите дигетососудистая дистония это не зоологическая болезнь то есть это не грипп это не язва такого диагноза не существует существует под рубрикой самотоформное вегетативное расстройство это под рубрика в классификации болезней находится в разделе неврозы где есть под рубрика самотоформная вегетативная дисфункция как проявление невротического состояния есть какой-то невроз у человека сейчас мы об этом поговорим и самотоформная вегетативная дисфункция является под рубрикой которая просто кодирует в диагнозе о том что есть вегетативные жалобы либо преимущественно кардиологические жалобы либо преимущественно желудочно-кишечные жалобы либо преимущественно там другие функция по функция по функциям эти жалобы но это не болезнь нету болезни в sd у которой есть определенная терапия поэтому если вы где-нибудь когда-нибудь какой-то платной клинике найдете терапию в sd или вам предложат лекарства или вам предложат исцеление это лажа объясню почему в лучшем случае если это но клиника серьезные так далее и они хотят там на этом заработать в самом лучшем случае вам предложат общеукрепляющие препараты сосудистые препараты кому хуже от сосудов когда их попитают для пожалуйста любому человеку сейчас сосудистые препараты сделай ему будет лучше потому что бисцебральное кровообращение улучшится потому что улучшится там всякие метаболические процессы в головном мозге конечно будет легче для любому человеку неважно есть у невроз или нет и вот так людей начинают разводить на бабло во первых надо сдать кучу анализу что у вас вегетососудистая значит потом вам надо пропить и это про то это это очень классная коммерческая история то есть в принципе я думаю что половина наверное бюджета доходов до в клиниках это вот невротики приносит то что они бегут обследоваться теперь я объясняю что происходит это вегетососудистые симптомы которые вы испытываете жар холод тахикардию головокружение слабость и прочее вегетативное состояние которое вы знаете уже не являются симптомом какой-то болезни они не это не является симптомом кардиологии это не является симптомом ишемической болезни сосудов головного мозга вам кажется что это симптом и вы приходите ко врачу врач который заточен например на кардиологию на гастроэнтерологию не знает что у вас невроз он вас видит первый раз в жизни и вы говорите у меня тахикардия у меня вот дипа нос диарея у меня вот жар помутнение и врач-интернист да по профилю пытается в ваших жалобах увидеть какую-то свою проблему и печально в том что они пытаются иногда натянуть хоть что-то чтобы поставить диагноз если не натягивается да скажем так ваши жалобы то есть ну грубо говоря пришли ко врачу вам провели обследование сердца при ли обследование легких провели обследование головы провели обследование кишечника желудка не нашли явных патологий такие как язвы и шимическая болезнь сердца серьезные аритмии бронхиальную астму не нашли изъязвлений не нашли онкопроцесса и врачу по большому счету диагностировать нечего и вот здесь начинают врачи ваши симптомы вегетативные попытаться приписать хоть к чему-нибудь ну потому что любого человека так или иначе можно найти какое-то отклонение от нормы и они должны этот феномен написать в диагностике да и вам кажется что ваши симптомы связаны с каким-то там блокады лимоножки пучка гиса экстрасистелами еще чему-то да там или еще чем-то и и вы уверены в том что у вас есть некая в сда которая связана с телом и потому что врачи не могут вам объяснить что это не так а теперь объясняю ваши вегетативные симптомы с которыми вы пришли к обычным врачам это функциональное состояние вегетативной нервной системы которая естественно при определенном эмоциональном фоне при эмоциональном фоне у вас тахикардия при эмоциональном фоне у вас повышенная частота экстрасистол и их ощущаемость при эмоциональном фоне у вас дисфункция кишечника при эмоциональном фоне у вас запор при эмоциональном фоне у вас перхоть сиборея при эмоциональном фоне у вас неполный вдох и невозможность дышать, при эмоциональном фоне у вас нарушен сон, при эмоциональном переутомлении вы не можете сосредоточить внимание глаза, при эмоциональном фоне вы плохо едите, худеете и так далее, если нет органических действительно заболеваний. И то, что вы испытываете вегетативно, является не болезнью, является совокупностью симптомов эмоционального проявления. Вот это первое, что ты должен понять. Второе, вегетативное проявление эмоционального состояния связано с четким важным моментом. Это не что-то случилось с сосудами, это не что-то случилось с сердцем и с кишечником, и когда-то тебя накрыло и ты заболел. Когда у тебя начались вегетативные проявления, если ты вспомнишь, когда это начиналось, ты вспомнишь о том, что незадолго до этого у тебя были достаточно либо ярко выраженные стрессовые ситуации в отношении с окружающим миром или с самим собой, либо ты не придавал значения определенным обстоятельствам. Ну, ты не могла принять решение с парнем, или ты не могла принять решение с институтом, на тебя давили родители, ты чувствовал несвободу, ты не могла принимать решение, тебе было всегда тяжело общаться с людьми, много всяких факторов, но ты не придавала им значения, что они на тебя оказывают очень сильное внутреннее психологическое давление. И в какой-то момент происходит ситуация, которая является последней каплей. Например, это может быть сессия, это может быть ссора с парнем, это может быть напряженные отношения на работе, это могут быть какие-то обстоятельства в твоей жизни, которым ты явное значение вот такое травматическое мог бы и не придавать. Но на самом деле твоя психика этому значение придала и немаленькое. И в какой-то момент у тебя те эмоции, которые ты мог подавлять в себе, просто начали проявляться вот так телесно. И вот тут возникает третий тезис, слушай меня внимательно. Когда они начинают проявляться вот так вот телесно, в виде тахикардии, нехватки воздуха, головокружения, слабости, это проявляется как бы не по адресу. Ты едешь на работу, или ты сидишь дома, или ты идешь на улицу, или ты в магазине, или ты там на работе, и вдруг, откуда ни возьмись, начинается вот эта вегетативная свистопляска. И естественно, любой человек, который не испытывает явного какого-то физического, физической работы, или какого-то явного эмоционального состояния в данный момент, вдруг испытывая эти симптомы, испугается. Первое, что нормальный человек подумает, что он что-то с сердцем, или что-то с сосудами, или что-то спазмировало, или что-то защемило где-то, или какой-то там инсульт, инфаркт. И вот тогда, если человек так подумает, естественным образом сработает инстинкт самосохранения, потому что ты испытал вегетативное напряжение, испугался этого, потому что ты не понял, откуда это пришло, и включился инстинкт самосохранения, и ты просто-напросто испугался. Поэтому паническая атака – это тоже не болезнь. При ВСД, ВСД и ПА, у кого есть такая болезнь? Нет. У тебя были определенные эмоциональные реагирования к себе или к окружающему миру, ты не придавал этому значения, это вызвало определенную эмоцию, вегетативно это проявилось не вовремя, скажем так, ты этого испугался, подумал, что это смерть, инфаркт, там бла-бла-бла-бла-бла-бла, и ты включил инстинкт самосохранения. А как ты уже знаешь, инстинкт самосохранения всегда связан с выделением адреналина твоим организмом. И ты, выпрыснув в кавычках себе адреналин в кровь своими надпочечниками, и ты уверил себя в том, а любому человеку, если сейчас делать инъекцию адреналина, ему будет очень некомфортно, это будет та самая паническая атака. И ты подумал, что у тебя есть какой-то приступ, и тебя очень сильно накрыло, и ты чуть-чуть не умер. Хотя на самом деле, правда, заключается в том, что ты просто очень испугался сильно и почувствовал настоящее действие инъекции адреналина в кровь. Это не опасно, это не смертельно, никто от этого не умер, поэтому тебя не госпитализируют, поэтому тебе особо ничего не назначают, потому что ты просто пугаешься. От испуга никто не умирал, адреналин колят в реанимации, адреналин колят в стоматологии, чтобы помочь там организму и так далее. Нет в этом ничего ужасного. Об этом в предыдущих роликах обязательно посмотри в полном объеме. Сейчас я не буду об этом говорить, хорошо. Посмотри на канале YouTube ролик «Все, что тебе надо знать о панической атаке ВСД». Он такой с логотипом с моим на белом фоне, там написано «Алексей Красиков» и так далее. Два с половиной часа идет ролик. Если тебе нужно детально практику о том, как работать с паникой агорафобией, это вот тот ролик обязательно посмотри. Так вот, понял в чем проблема? Нету лечения ВСД. ВСД – это не болезнь сосудов, это не болезнь сердца, это не болезнь органов. Это эмоциональная компонента, где ты реагируешь на себя или на окружающий мир слишком эмоционально. Ты можешь этого особо и не понимать сейчас, но если ты бы работал со мной или с моим коллегой, мы бы тебе прекрасно показали, как ты эмоционально реагировал на те ситуации, после которых у тебя все началось, и продолжаешь реагировать так. Но сейчас ты считаешь, что у тебя болезнь, поэтому ты говоришь, главная моя проблема – это ВСД, от которой нет лечения. Чушь полнейшая. У тебя просто случилось так, что ты когда-то испугался своего вегетативного эмоционального состояния и не придаешь значению тому, что тебя окружает. Ты не придаешь этому значения. Ты не придаешь значения, как ты смотришь на окружающих людей, потому что тебе уже не до этого. Ты уже весь в своих сердцах, в своих сосудах, в форумах и так далее. Поэтому, подводя итог этого момента, нету лечения ВСД. И искать его не надо и бессмысленно. Никак не связана вегетативная дисфункция с погодой, с тем, что ты ешь и так далее. Это никак не связано. У тебя есть эмоциональная компонента, которая... Давай так, у тебя есть эмоции. Сейчас у тебя эмоции страха за свою жизнь, за свое здоровье. Это понятно. Если мы сейчас это подвинем, то правда заключается так. Ты жил когда-то, было все хорошо. И что-то произошло в твоей жизни, где ты слишком эмоционально к этому отнесся, что-то ты не мог принять, чему-то ты не мог допустить, что-то к чему-то отнесся слишком гипертрофировано, важно эмоционально. И это вызвало всплеск эмоций вегетативно-нервной системы. Ты этого испугался и ошибочно считаешь теперь себя больным. И вот если ты перестанешь считать себя больным, искать терапию ВСД, а займешься следующим, начнешь смотреть со своим психотерапевтом на то, как ты оцениваешь себя и как ты оцениваешь обстоятельства вокруг работу, деньги, личную жизнь, мужа, жену, успех, карьеру, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот ты увидишь, что у тебя на самом деле есть куча обстоятельств, в которых ты неэффективен, в которых ты недоволен, в которых ты не можешь принять решения, в которых ты считаешь себя лошарой, где ты стесняешься, где ты молчишь, где ты не можешь как-то себя проявить. Вот именно эти обстоятельства и вызывают у тебя вегетативное состояние, которое ты по ошибке считаешь болезнью. И пока ты не изменишь свое отношение к реальным обстоятельствам и не изменишь эти обстоятельства, например, не примешь решения с учебой, не примешь решения с работой, не примешь решения с мужем, с женой, не примешь решения по личной жизни, по карьере, не научишься социальной перцепции, не научишься социальным навыкам, коммуникации, не преодолеешь социофобию, не преодолеешь страх быть плохим, не преодолеешь страх, а что будет, если. Там огромное количество пластов, которые мы поднимаем в нашей терапии. И вот когда у тебя получится к этим всем вещам отнестись более объективно, спланированно, рационально, ты опустишь градус своих эмоций, и твое вегетативное состояние остановится, и все у тебя будет прекрасно. Понял, в чем ошибка? Великолепно. Поэтому не ищи, пожалуйста, лекарство от ВСД, его быть не может. Твой путь лежит в кабинет психолога или психотерапевта, желательно когнитивно-поведенческого направления, который поможет тебе увидеть, как ты эмоционально реагировал на ситуации, с которой все началось, и продолжаешь эмоционально реагировать на то, что происходит вокруг. То, что ты сейчас боишься своих симптомов, это понятно, но здесь на первых этапах тебе психотерапевт поможет, и посмотри ролик «Все, что вам надо знать о панической атаке и ВСД». Он есть на канале YouTube чуть ранее. Вот. Поэтому огромное количество людей в интернете пытаются найти лекарства от того, чего просто никогда не существовало. Печалька заключается еще в том, что советские медики не знали неврозологию. И когда ты приходил к советским врачам, тебе ставили ВСД, и ты им верил, это ошибка советской медицины. Сегодня современный врач тебе скажет о том, что у тебя есть вегетативное проявление, это невроз, и назначит тебе в лучшем случае консультацию психотерапевта или психиатра. Тут, конечно, у тебя возникнут вопросы, что ты сходишь с ума или что что-то страшное. Не нужно. Просто врачи, ну, они так подготовлены. Если ты встретишь врача, который тебе скажет, чувак, не парься, у тебя все хорошо с органами, это эмоции, тебе нужен хороший психолог, хороший психотерапевт, наладишь отношения с родителями, там, с матерью, с отцом, с личной жизнью, примешь решение, перестанешь так требовать от людей, перестанешь быть таким, там, стеснительным, болезненным, и все тебе закончится. Вот если найдешь такого врача, я ему только руку пожму. В основном врачи начинают как-то вяло, полувяло объяснять, что, ну, это с головой, это вот тебе к психологу, может, анквилизатор, ты расслабишься. Старайся вот меня услышать и понять главное, окей? Психолог, когнитивно-поведенческая терапия о том, где ты будешь учиться управлять именно своим эмоциональным фоном, чтобы не провоцировать и не создавать вот эту вегетативную реакцию и уметь принимать решения в своей жизни и не быть таким социально запуганным, что ли, или не быть таким социально требовательным к окружающим. Конечно, там есть глубокий пласт, это отношения с твоими родителями, которые ты переносишь на реальность, но сейчас я не буду об этом говорить, но если только коротко, да, о том, что если у тебя есть неразрешенные эмоциональные состояния с матерью или с отцом, ты их 100% от этих неразрешенных обстоятельств взял некоторую стратегию, например, быть хорошим, быть всем нравится, быть сильным, успешным, многое успеет, не дай бог умереть. И вот эта детская стратегия, если у тебя на сегодняшний день будет нереализована, ты как раз будешь испытывать это эмоциональное состояние. Поэтому моя задача будет изменить твою жизненную стратегию, чтобы ты не бился головой об асфальт и не пытался достичь недостижимого, а смотрел на мир более объективно, что да, не Мазерати, но есть и другие машины, а Мазерати будет попозже, будем над этим работать, если меня уволили, это не катастрофа и не означает, что я папе не доказал, что я хороший, я пойду на другую работу. Ну, там много нюансов, окей? Ну, а связи детства и неврозологии, неврозов немножко в следующем ролике, наверное, в следующем уж, если захотите, конечно, да, оставляйте комментарии, спросите, что вам хочется уточнить. А теперь самое последнее, это вторичное назначение симптома для тех, кто уже понял о том, что я говорил ранее. Значит, помните, я приводил пример в самом начале, что есть два пациента, у одного кардиофобия, у другого, одному обследование кардиолога и рациональная терапия помогла понять, что сердце у него все в порядке, он побежал дальше, все у него хорошо. А вот другой делает упражнения, ходит, но что-то как-то он не верит в то, что у него сердце может быть что-то не так. И вот тогда мы выдвигаем гипотезу о том, что у этого пациента особо значимая задача удерживать фобическое состояние. Объясню, как это выглядит. Это называется вторичная выгода или функция симптома, как я это называю, функция. Приведу вам пример. Пациент жалуется на кардиофобию, у него не помогают упражнения, он все еще верит в том, что есть какая-то прелюдия к смерти. Он понимает, что это абсурдно, он понимает, что есть обследование, но он в это верит. Мы выдвигаем гипотезу. Их три. Запоминайте, пожалуйста, коллеги, если смотрите, или мои зрители. Три гипотезы. Гипотеза основная заключается в том, что ему нужна эта фобия для того, чтобы находиться в этом состоянии. Потому что, первое, он таким образом получает внимание, заботу или любовь. Ну, например, девочка говорит, вы знаете, мне ничего не помогает, у меня кардиофобия, я боюсь умереть, я не хожу одна, бла-бла-бла, некие упражнения, там, пять человек со мной занималось, ничего не помогает. Я задаю простой, естественный диагностический вопрос. Что происходит в твоей жизни, что стало происходить в твоей жизни, когда ты начала болеть, так сказать. Она говорит, ну вот мы теперь с мамой ходим в магазин. Я говорю, расскажи о маме. Ой, мама у меня там молодая, там, это самое, бизнес-леди, да, она там много работает. Она, скажем так, постоянно в командировках, она там разъезжает. Я говорю, ну и как у тебя были с ней отношения? Ну, я по ней очень скучала, я ей звонила, она все на совещаниях, там, она там по делам постоянно. Я говорю, а как изменилось отношение с твоей мамой, когда у тебя стали, там, панические атаки? Или с мужем, например, неважно, есть такой общий пример, да? Ой, вы знаете, она вот наняла себе управляющего, она стала со мной ходить по врачам, она со мной теперь гуляет, она вот мне помогает, там, ходит, оплачивает мне терапию, она вот со мной разговаривает об этом. Понимаете, о чем я сейчас буду говорить? Клиентка с помощью фобического и вегетативного состояния получает очень важную функцию, которой ей не хватало. Это внимание и забота матери, мужа, я не знаю, и так далее. Вот это уловили? И если у вас будет такая пациентка, ей не будут помогать классические подходы до тех пор, пока мы с ней не изменим рациональное отношение с матерью. И вот когда у нее рациональное отношение с матерью или там с мужем изменится, и она научится получать эту любовь и научится получать эту заботу вне наличия симптома, вот тогда симптом ей будет уже не нужен. Вторая гипотеза заключается о том, что этот пациент с помощью своих фобий и уверований в навязчивость оправдывает свое бездействие. Как правило, такие социофобы, ОКР, ребята, да, то есть они примерно говорят так, я не пойду работать, я не перееду от родителей, я не начну учиться, я не вернусь в институт, потому что у меня болезнь, там, ШМСД и так далее и тому подобное. И он пытается всех оправдать, в том числе и себя убедить в том, что его страх мешает ему функционировать. То есть он говорит, у меня сначала курица, потом яйцо, он говорит, у меня сначала ВСД и невроз, а потом из-за этого у меня нарушена жизненная, там, социальная перцепция, социальное взаимодействие. Хрена сдавать, чувак, у тебя изначально нарушены отношения с социальной культурой, у тебя нет девушки, ты очень боишься пойти на свидание, у тебя нет контакта с окружающими, у тебя нет друзей, у тебя нет опыта в разных сферах социальной деятельности, тебе тяжело это дается, тебе страшно совершать ошибки на работе, тебе стрёмно о том, что тебя подумают. И ты из-за этого испытываешь и напряжение, и еще и оправдываешь собственное бездействие. Понял? Круто. Вот здесь терапия, ребят, будет заключаться в том, что пока я его не научу социальному взаимодействию, пока мы с ним не отработаем социальные навыки общения, пока мы с ним не проработаем социофобию, пока мы с ним не проработаем нормативное поведение в социуме, он будет держаться за свое верование о том, что у него есть какая-то болезнь и будет испытывать напряжение, естественно. Поэтому терапия будет такая. Как только он будет лучше, рациональнее смотреть на социальную коммуникацию, как только он будет рациональнее смотреть на взаимодействие с девушками или с парнями, если это она, его напряжение будет спадать, он начнет действовать, переедет, пойдет на учебу, пойдет на работу. То есть это действие рационально в сопровождении психотерапевта даст ему хороший опыт и встанет на ноги, и ему уже не нужна будет притворка под названием «я там имею страшное заболевание», чтобы только не пойти работать. То есть вот тогда все у него получится. Ну и третья гипотеза, она будет заключаться в том, что у этого пациента, у которого нет эффективности в терапии, есть некая функция не принимать решения в каких-то важных сферах жизни. Ну, например, она верит в то, что у нее кардиофобия, она верит, что она все-таки умрет, потому что у нее есть проблемы с мужем, где она не может принять решение о разводе, потому что она нерационально смотрит на ситуацию, а что будет, если я уйду, а как я с ним поговорю, я не могу с ним поговорить, она не понимает. Либо парень не может принять решение уволиться, не уволиться, либо он не может принять решение в каких-то сферах жизни, либо девушка не может принять какие-то решения, они затянулись, решение уже, ну, срок подходит, да, навалились какие-то вещи, где надо принимать решение тяжело. То есть, проще говоря, третья гипотеза нам говорит о том, что есть какие-то обстоятельства, где человек не может принять решение, потому что он смотрит не очень рационально на последствия. И чтобы не принимать решение, он говорит, я вот сначала полечусь, вылечусь от того, что типа не лечится, а потом приму решение. Это тоже связано с самостоятельностью, это тоже связано и с способностью совершать ошибки и так далее. Итак, первое, это требование внимания, требование любви. Второе, это оправдывание собственного бездействия, потому что есть социальный страх и отсутствие опыта, и отсутствие принятия ошибок. И третье, это оправдывание непринятия решения. То есть, задержка от принятия решения, где человек уходит в фобию, для того, чтобы говорить самому себе, что я потом, потом приму решение, сейчас сначала выздоровлю. И вот поверьте, в моей практике, да, я работаю 6 дней в неделю, по 80 человек в неделю у меня, как в группе, так и в личной терапии. В каждом третьем случае есть ярко выраженная функция симптомов, о которой я вам сейчас рассказал. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция была для вас, коллеги и зрителей, интересной. Итак, я подытожу. Нет никакой ВСД как болезни. Это синдромокомплекс, где вы просто испытываете эмоциональное состояние, и лечиться от этого бесполезно. Вы должны работать над тем, как эмоционально вы реагируете на то, что происходит. Ну, это первое, не буду повторять, если честно, устал я про это говорить. И самое главное, вторая часть ролика, если вам не помогают поведенческие упражнения, если ваш терапия с вашим терапевтом неэффективна, возможно, мы говорим о том, возможно, мы говорим о том, что у вас есть очень ярко выраженная функция удержания фобического или навязчивого состояния, где вы требуете либо любви, либо оправдываете, собственно, социальные страхи и по большому счету неэффективность, либо вы откладываете принятие какого-то важного решения в своей жизни, которое вы не можете принять. Спасибо, пошел пить кофе, готовиться к сегодняшнему вебинару. Алексей Красиков, ваш Невроза, ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. Пожалуйста, комментируйте видео, репостните, пожалуйста, его для этих людей в интернете, потому что я уверен, что чем больше люди в сети посмотрят различные ролики по этому направлению, тем быстрее мы сможем поднять нацию на более развитую ступеньку. Хотя и так уже это получается, за что я очень люблю свою работу. Спасибо вам большое, удачи, увидимся на канале Невроза Мегаполиса, на моих семинарах в Москве или в Питере. Следите за новостями, хотите познакомиться со мной лично, пожалуйста, заходите в контакт. Я провожу семинары в Москве и в Петербурге, и в любом городе. Если захотите, я приеду. Можно поговорить по скайпу, можно поговорить лично в кабинете в центре. Я провожу группы по скайпу дистанционно, не обязательно лететь в Москву для этого. В общем, следите за новостями, там все это будет написано. Подписывайтесь на сайт Безневроза ТВ на рассылку новостей, подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите посмотреть за моей жизнью. Подписывайтесь на контакты, на YouTube и так далее. В общем, ваш Алексей, до встречи, пока. Спасибо.